Горе от ума Управляющий в казенном месте Софья Павловна, его дочь Лизонька, служанка Алексей Степанович Молчалин Секретарь Фамусова, живущий у него в доме Александр Андреевич Чаский Полковник Скалозуб Сергей Сергеевич Наталья Дмитриевна, молодая дама Плазон Михайлович, муж ее, горечи Князь Тугоуховский и княгиня Жена его с шестью дочерями Графиня-бабушка Графиня-внучка Хрюмины Антон Антонович Загорецкий Старуха Хлистова Своящница Фамусова ГН ГД Репетилов Петрушка и несколько говорящих слуг Множество гостей Всякого разбора и их лакеев при разъезде Официанты Фамусова Действия в Москве в доме Фамусова Действия первые Явление первое Гостиная В ней большие часы Справа дверь в спальню Софии Откуда слышно фортепиано с флейтой, которые потом умолкают Лизонька среди комнаты Спит, свесившись с кресел Утро, чуть день брежится Лизонька Вдруг просыпается, встает с кресла Оглядывается Светает Ах, как скоро ночь минула Вчера просилась спать Отказ Ждем друга Нужен глаз да глаз Не спи, покуда вы не скатишься со стула Теперь вот только что вздремнула уж день Сказать ему Стучится к Софии Господа, эй, София Павловна, беда Зашла беседа ваша за ночь Вы глухи? Алексей Степанович с ударами И страх их не берет Отходит от дверей Ну, гость неприглашенный Быть может, батюшка войдет Прошу служить у барышни влюбленной Опять двери Да расходитесь, утро Что-с? Голос Софии Который час? Лизонька Все в доме поднялось София Из своей комнаты Который час? Лизонька Седьмой Осьмой Девятый София Оттуда же Неправда Лизонька Прочит дверей А хамур Проклятый И слышат Не хотят понять Но чтобы ставни им отнять Переведу часы Хоть знаю Будет гонка Заставлю их играть Лезет на стул Передвигает стрелку Часы бьют И играют Конец Первое явление Явление второе Лиза и Фамусов Лиза Ах, барин Фамусов Барин, да Останавливает Часовую музыку Ведь экая шалуня Ты, девчонка Не мог придумать Я, что это за беда То флейты Слышатся То будто фортепиано Для Софии Слишком было брано Лиза Нет, сударь Я Лишь не взначай Фамусов Вот то-то Не взначай За вами примечай Так верно С умыслом Жмется к ней Заигрывает Ой Зелье баловница Лиза Вы баловник К лицу Львам эти лица Фамусов Скромна А ничего Кроме проказ И ветру на уме Лиза Пустите Ветреники сами Опомнитесь Вы старики Фамусов Почти Лиза Ну, кто придет Куда мы с вами Фамусов Кому сюда прийти Ведь Софья спит Лиза Сейчас започевала Фамусов Сейчас А ночь Лиза Ночь целую читала Фамусов Вишь прихоти Какие завелись Лиза Все по-французски Вслух читает Запершись Фамусов Скажи-ка Что глаза ей портить Не годится И в чтении Прокот Не велик Есть нанят От французских книг А мне От русских Вольно спится Лиза Что встанет Доложусь Извольте же идти Разбудите боюсь Фамусов Чего будить Сама чисто заводишь На весь квартал Симфонию звонишь Лиза Как можно громче Дополнитесь Фамусов Зажимает ей рот Помилуй Как кричишь С ума ты сходишь Лиза Боюсь Чтобы не вышла Из того Фамусов Чего Лиза Пора сударь Вам знать Вы не ребенок У девушек Сон утренний Так тонок Чуть дверью скрипнешь Чуть шепнешь Все слышит Фамусов Все то лжешь Голос Софии Эй Лиза Фамусов Торопливо Тсс Крадется вон Из комнаты На цыпочку Лиза Одна Ушел Ах От господ подали У них беды себе На всякий час готов Минуй нас Пуще всех печалей И барский гнев И барская любовь Конец второго явления Явление третье Лиза София со свечкой За ней молчали София Что Лиза на тебя напала Шумеешь Лиза Конечно Вам расстаться тяжело До света запершись Кажется все мало София Ах В самом деле Рассвело Тушит свечу И свет И грусть Как быстро ночи Лиза Тужите Знай Со стороны Нет мочи Сюда Ваш батюшка Зашел И обмерла Вертелась Перед ним Не помню Что врала Ну что же Стали вы Поклон Сударят вести Падите Сердце не на месте Смотрите на часы Взгляните-ка в окно Болит народ по улицам давно А в доме стук Ходьба Метуту убирает София Счастливый Часов не наблюдает Лиза Не наблюдайте Ваша власть А что в ответ за вас Конечно Мне попасть София Молчалин Идите Целый день Еще потерпим скуку Лиза Бог с вами Прочь возьмите руку Разводит их Молчалин в дверях Сталкивается с Фамусом Конец Третьего явления Явление четвертое София Лиза Молчалин Фамусов Фамусов Что за оказия Молчалин Ты брат Молчалин Яс Фамусов Зачем же здесь И в этот час И София Здравствуй София Что ты так рано поднялась А Для какой заботы И как вас Бог Ни в пору вместе свел София Он только что Теперь вошел Молчалин Сейчас с прогулки Фамусов Друг Нельзя ли для прогулок Подальше выбрать закоулок А ты, сударыня Чуть из постели прыг С мужчиной С молодым Занятие для девицы Всю ночь Читает небылицы И вот плоды от этих книг А все Кузнецкий мост И вечные французы Оттуда моды к нам И авторы И музы Губители карманов И сердец Когда избавит нас Творец От шляпок И чипцов И шпилек И булавок И книжных И бисквитных лавок София Позвольте Батюшка Кружится голова Я от испуге Дух перевожу едва Изволили бежать Хоть так проворно Смешалась я Памусов Благодарю покорно Я скоро к ним бежал Я помешал Я испужал Я, Софья Павловна Расстроен сам День целый Нет отдыха Мечусь Как словно угорелый По должности По службе хлоподня Тот пристает Другой Всем дело до меня Но ждал не новых я хлопот Чтоб был обманут София Кем батюшка Памусов Вот попрекать мне станут Что бестолку всегда журю Не плачь Я дело говорю Уж об твоем ли не родили А в воспитании С колыбели Мать умерла Умела я принанять Мадам Розия Вторую мать Старушку золото В надзор к тебе приставил Умна была Нрав тихий Редких правил Одно не к чести служит ей За лишних год Пятьсот рублей Смани тебя другими Допустила Да не в мадаме сила Не надо б на иного образца Когда в глазах Пример отца Смотри ты на меня Не хвастая сложением Однако бодр и свеж И дожил досидин Свободен Вдов Себе Господин Монашеским Известен Поведением Лиза Осмелюсь я Сударь Фомосов Взял секретарь Вы с Лизой Сказать Фомосов Для довершения Голос был Спешила Зачем же Взял секретарь Что дело Что не дело Обычай мой такой Подписано Так с плеч долой Уходит с молчалином В дверях пропускает его вперед Конец четвертого явления Записано Ириной Гринберг Иринагринберг.ком Горе от ума Эта запись принадлежит LibriVax Все записи LibriVax Являются народным достоянием Для дополнительной информации Или волонтерства Пожалуйста посетите LibriVax.org Записано Ириной Гринберг Иринагринберг.ком Явление пятое София Лиза Лиза Ну вот у праздника Ну вот вам и потеха Однако нет Теперь уж не до смеха В глазах темно И замерла душа Грех не беда Молва не хороша София Что мне молва Кто хочет Так и судит Да, батюшка Ничто на ум не идет Забылись музыкой И время шло Так плавно Судьба нас будто берегла Ни беспокойства Ни сомнений А кое Ждет из угла Лиза Метит генералы И смутить Давно прошло Не воротить А помнится София Что помнится Он славно Пересмеять умеет всех Болтает Шутит Незабавно Делить Со всяким можно смех Лиза И только Будто вы Слезами Убливался Я помню Бедный Он как с вами Расставался Что сударь Плачете Живите-ка Смеясь А он в ответ Недаром Лиза плачу Кому известно Что найду я воротясь И сколько Может быть Утрачу Бедняжка Будто знал Что года Через три София Послушай Вольности ты лишней Не бери Я очень ветрено Быть может поступила И знаю И венюсь Но где же изменила Кому Что покорять Неверностью могли Да с Чацким Правда Мы воспитаны Росли Привычка вместе быть День каждый Неразлучна Связала детскую Нас дружбой Но потом Он съехал Уж у нас Ему казалось скучно И редко посещал Наш дом Потом опять Перекинулся Влюбленным Взыскательным И огорченным Остер Умен Красноречив В друзьях Особенно счастлив Вот об себе Задумал он высоко Охота странствовать Напала на него Ах Если любит Кто кого Зачем ему Искать И ездить Так далеко Лиза Где носится В каких краях Лечился Говорят На кислых он водах Нет болезней чай От скуки Повольнее София И верно Счастлив там Где люди посмешнее Кого люблю Я не таков Молчален За других себя Забыть готов Враг дерзости Всегда застенчива Несмела Ночь целую С кем можно Так провесть Сидим Голубка на ум Голубка на ум Теперь пришла Как молодой француз Сбежала не из дому Голубушка Хотела схоронить Свою досаду Не сумела Забыла волосы чернить И через три дня Посидела Продолжает хохотать София с огорчением Вот так же Обо мне Потом заговорят Лиза Простите право Как бог свят Хотела я Чтобы этот смех дурацкий Вас несколько Развеселить помог Конец пятого явления Явление шестое София Лиза Слуга За ним Чацкий Слуга К вам Александр Андреевич Чацкий Уходит Конец шестого явления Явление седьмое София Лиза Чацкий Чуть свет уж на ногах И я у ваших ног Жаром Целует руку Ну поцелуйте же Не ждали Говорите Что же ради Нет В лицо мне посмотрите Удивлены и только Вот прием Как будто не прошло недели Как будто бы вчера Вдвоем Мы мочи нет Друг другу надоели Не на волос любви Куда как хороши И между тем Не вспомнить Без души Я сорок пять часов Глаз мигом не прищуря Верст больше семисот Пронесся Ветер Буря И растерялся весь И падал сколько раз И вот За подвиги награда София Ах, Чацкий Я вам очень рада Чацкий Вы рады В добрый час Однако Искренно Кто же радуется эдак Мне кажется Что напоследок Людей и лошадей знобя Я только тешил Сам себя Лиза Вот, сударь Если бы вы были За дверями Ей-богу Нет пяти минут Как поминали вас Мы тут Сударыня Скажите сами София У вас Да как же вас узнать Где время то Где возраст тот невинный Когда бывало Вечер длинный Мы с вами явимся И счетнем Тут и там Играем И шумим По стульям И столам А тут ваш батюшка С мадамой За пикетом Мы в темном уголке И кажется Что в этом Вы помните Сдрогнем Что скрипнет столик Дверь София Препячество Чацкий Да-с А теперь В семнадцать лет Вы расцвели прелестно Неподражаемо И это вам известно И потому скромны Не смотрите на свет Не влюблены ли вы Прошу мне дать ответ Без думы Полноте смущаться София Да Хоть кого смутят Вопросы быстрые Любопытный взгляд Чацкий Помилуйте Не вам Чему же удивляться Что нового Покажет мне Москва Вчера был бал А завтра будет два Тот свадался Успел А тот дал промах Все тот же толк И те же стихи в альбомах София Годи не на Москву Что значит Видеть свет Где ж лучше Чацкий Где нас нет Ну что ваш батюшка Все ангельского клоба Старинный верный член Ваш дядюшка Ваш дядюшка Отпрыгал ли в свой век А этот Как его Он турок Или грек Тот Черномазенький На ножках Журавлиных Не знаю Как его зовут Куда не сунься Тут как тут В столовых И в гостиных А трое Из бульварных лиц Которые С полвека Молодятся Родных Миллион у них И с помощью Сестрец Со всей Европой Породняться А наше солнышко Наш клад На лбу написано Театр И маскарад Дом с зеленью Раскрашен В виде рощи Сам толст Его артисты Тощи На Вале Помните Открыли мы вдвоем За ширмами В одной из комнат Посекретней Был спрятан человек И щелкал соловьем Певец зимой Погоды летней А тот Чахоточный Родня вам Книгам враг Ученый комитет Который поселился И с криком Требовал присяг Чтоб грамоте Никто не знал И не учился Опять увидеть Их мне суждено Судьбой Жить с ними Надоест И в ком Не сыщешь пятен Когда ж Постранствуешь Поротишься домой И дым Отечества Нам сладок И приятен София Вот вас бы С тетушкой Свесть Чтоб всех Знакомых Перечесть Чацкий А тетушка С девушкой Минервой Сефрейлиной Екатериной Первой Воспитанницы Музык Полон дом Ах К воспитанию Перейдем Что нынче Так же как Из древней Хлопочет Набирать Учителей Полки Числом Поболее Ценой Подешевле Не то Чтобы в науке Далеки В России Под великим штрафом Нам каждого Признать Вилят Историкам И географам Наш метр Помните Колпак Его Халат Перст Указательный Все признаки Учения Как наши Робкие Тревожили Умы Как с ранних Лет Привыкли Верить Мы Что нам Без немцев Нет спасения А Гелем Я француз Подбитый Ветерком Он не женат Еще София На ком Чацкий Хоть на Какой-нибудь Княгине Пульхерия Андреевна Например София Танцмейстер Нужно ли Чацкий Что ж Он и кавалер От нас потребует Смейем быть И в чине А Гелеме Здесь нынче Тон каков На съездах На больших По праздникам Приходским Господствует Еще смешение Языков Французского С Нижегородским София Смесь языков Чацкий Да Двух Без этого Нельзя ж София Намудрено Из них Один скроить Как ваш Чацкий По крайней мере Ненадутый Вот новости Я пользуюсь Минутой Свиданием С вами Оживлен И говорили А разве Нет времен Что я Молчали Наглупее Где он Кстати Еще ли Не сломил Безмолвие О печати Бывала Песена Где новеньких Ситрать Увидит Пристает Пожалуйте Списать А впрочем Он дойдет До степеней Известных Ведь нынче Любит Бессловесных София Не человек Змея Громко И принужденно Хочу Вас спросить Случалось ли Чтоб вы Смеять Или в печали Ошибкой Добро О ком-нибудь Сказали Хоть не теперь А в детстве Может быть Чацкий Когда все Мягко Так И нежно И незрело Да что же Так давно Вот доброе Вам дело Звонками Только что Гремя И день И ночь По снеговой Пустыне Спешу К вам Голову Сломя И как Вас нахожу В каком-то Строгом Чине Вот полчаса Холодности Терплю Лесо Святейшей Богомолки И все-таки Я вас Без памяти Люблю Минутное Молчание Послушайте Ушли слова Мои Все колки И клонится К чему-нибудь В ряду Но если так Ум сердцем Не в ладу Я в чудаках Иному чуду Раз посмеюсь Потом забуду Велитесь мне в огонь Пойду Как на обед София Да Хорошо Сгореть Если ж нет Конец Седьмого Явления Явление восьмое София Лиза Чацкий Фамусов Фамусов Вот и другой София Ах, батюшка Сон в руку Уходит Фамусов Ей след Полголоса Проклятый Сон Конец Восьмого Явления Явление Девятое Фамусов Чацкий Смотрит на дверь Которую София вышла Фамусов Ну выкинул ты штуку Три года не писал Двух слов И грянул вдруг Как с облаков Обнимается Здорово, друг Здорово, брат Здорово Рассказывай Чаю тебя готова Собрание важное вести Садись-ка Объяви скорее Садятся Чацкий Рассеян Как София Павловна У вас похорошела Фамусов Вам Людям молодым Другого нету дела Как замечать Девичьей красоты Сказала что-то Всквозь А ты Я чай надеждами Занесся Заколдован Чацкий Ах, нет Надеждами я мало избалован Фамусов Сон в руку Мне она изволила шепнуть Вот ты задумал Чацкий Я? Ничуть Фамусов О ком я снилось? Что такое? Чацкий Я не отгадчик снов Фамусов Не вери Все пустое Чацкий Я верю собственным глазам Век не встречал Подписку дам Что было ей Хоть несколько подобно Фамусов Он все свое Да расскажи подробно Где был Скитался столько лет Откуда вот теперь Чацкий Теперь мне До того ли Хотел объехать целый свет И не объехал сотой доли Встает поспешно Простите Я спешил скорее видеть вас Не заезжал домой Прощайте Через час Явлюсь Подробности Малейше не забуду Вам первым Вы потом Рассказывайте всюду В дверях Как хороша Уходит Конец Девятого явления Явление Десятое Фамусов Один Который же из двух Ах, батюшка Сон в руку И говорит мне это вслух Но виноват Какого ждал я крюку Молчанин давеча В сомнению вел меня Теперь Да в полне из огня Тот нищий Этот франк приятель Отъявлен модом Сорванцом Что за комиссия Создатель Под взрослой дочери Отцом Уходит Конец Десятого явления Конец Первого действия Записано Ириной Гринберг Иринагринберг Точка Ком Горе от ума Эта запись Принадлежит Либривакс Все записи Либривакс Являются народным Достоянием Для дополнительной Информации Или волонтерства Пожалуйста Посетите LibriVax.org Записано Ириной Гринберг Иринагринберг Точка Ком Действие Второе Явление Первое Фамусов Слуга Фамусов Петрушка Вечно ты С обновкой С разодранным Локтем Достань-ка Календарь Читай не так Как панамарь А с чувством С толком С расстановкой Постой же На листе Черкни На записном Противу Будущей недели К Прасковье Федоровне В дом Во вторник Зван я на форели Куда Как чуден Создан свет По философству Ум скружится То бережешься То обед Ешь Три часа А в три дня Не свариться Отметь-ка В тот же день Нет-нет В четверг Я зван На погребение Ох, род людской Пришло в забвение Что всякий сам Туда же должен лезть В тот ларчик Где не стать Не сесть Но память по себе Намерен кто оставить Житьем похвальным Вот пример Погодник Был почтенный Камергер С ключом И сыну ключ Имел доставить Богат И на богатый Был женат Переженил детей Внучат Скончался Все о нем Прискорбно Поминает Кузьма Петрович Мир ему Что за тузы В Москве Живут и умирают Пиши В четверг Одно уж к одному А может в пятницу А может и в субботу Я должен у вдовы У докторши крестить Она не родила Но по расчету По-моему Должна родить Конец первого явления Явление второе Фамусов слуга Чацкий Фамусов А, Александр Андреевич Просим Садитесь-ка Чацкий Вы заняты? Фамусов слуга Пойди Слуга уходит Да, разные дела На память книгу вносим Забудется того Гляди Чацкий Вы что-то невеселый стали Скажите, отчего? Приезд не в пору мой Уж Софьи Павловне Какой не приключилась ли печали У вас лице В движениях суета Фамусов Ах, батюшка Нашел загадку Не весел я Мои ли да? Не можно же пускаться Мне в присядку Чацкий Никто не приглашает вас Я только что спросил Два слова Об Софье Павловне Ведь может Нездорово Фамусов Тьфу, господи, прости Пять тысяч раз Твердит Одно и то же То Софье Павловне На свете нет пригожи То Софья Павловна Больна Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет Не хочешь ли жениться? Чацкий А вам на что? Фамусов Меня не худо бы спроситься Ведь я и несколько сродни По крайней мере Искони Отцом недаром называли Чацкий Пусть я посватаюсь Вы что бы мне сказали? Фамусов Сказал бы я Во-первых Не вложи Имением брат Не управляя Плошно А главное Поди-ка послужи Чацкий Служить бы рад Прислуживаться тошно Фамусов Вот то-то Все вы гордецы Спросили бы Как делали отцы Учились бы На старших глядя Мы, например Или покойник дядя Максим Петрович Он не то на серебре На золоте едал Сто человек К услугам Весь в орденах Езжал-то вечно Цугом Век при дворе Да при каком дворе Тогда не то что ныне При государе Не служил Екатерине А в те поры Высочайшую Пожалован улыбкой Изволили смеяться Как же он Привстал Оправился Хотел отдать поклон Упал в другой Уж нарочно А хохот пущий Он и в третий Так же точно А как по-вашему По-нашему смушлен Упал он больно Стал здорово Зато бывало ввист Кто чаще приглашен Кто слышит при дворе Приветливое слово Максим Петрович Кто предсеми знал почет Максим Петрович Шутка Чины выводит Кто и пенсии дает Максим Петрович Да Вы нынешний Нутка Чацкий И точно Начал свет клупеть Сказать вы можете Вздохнувши Как посравнить Да посмотреть Век нынешний И век минувший Свежо предание А верится с трудом Как кто-то славился Чья чаще гнулась шея Как не в войне А в мире брали лбом Стучали о пол Не жалея Кого нужда Тем спесь Лежи они в пыли А тем кто выше Лезть Как кружево плели Прямой был век Покорности и страха Все под личину И усердие к царю Я не об дядюшке Об вашем говорю Его невозмутимый праха Но между тем Кого охота заберет Хоть раболепстве В самом пылком Теперь Чтобы смешить народ Отважно Жертвовать затылком А сверстничек А старичок Иной глядя на тот Скачок И разрушаясь Светкой кожей Чей приговаривал Ах Если бы мне тоже Хоть есть охотники Поподличить везде Да нынче смех Страшит и держит стыд В узде Недаром Жалует их Скупо государя Фамосов Поднять платок Фамосов Ваш век Подождь и дождик Я перестал Я перестал Пошел Пожалуй Пощади Чак Длить спор Не мое желание Фамосов Хоть душу Отпусти На покаяние Конец Второго Явления Явление Пожалуй, он к вам кто-то на дом. Фамусов. Не слушаю, под суд. Чацкий. К вам человек с докладом. Фамусов. Не слушаю, под суд, под суд. Чацкий. Да вернитесь, вас зовут. Фамусов оборачивается. А, бунт? Ну так и жду садома. Слуга. Полковник Скалозуб. Прикажете принять? Фамусов встает. Ослы. Сто раз вам повторять. Принять его. Позвать, просить, сказать, что думаю, что очень рад. Пошел же, торопись. Слуга уходит. Пожалуйста, сударь, при нем остерегись. Известный человек, солидный. И знаков тьму отличия нахватал. Неполитам и чин завидный. Не нынче, завтра генерал. Пожалуйста, при нем веди себя скромненько. Эх, Александр Андреевич, дурно, брат. Ко мне он жалует частенько. Не идея, те брось. Однако нет его. Какую бы причину. А, Нед ко мне пошел в другую половину. Поспешно уходит. Конец третьего явления. Явление четвертого явления. Записано Ириной Гринберг. Иринагринберг.com Горе от ума. Эта запись принадлежит LibriVax. Все записи LibriVax являются народным достоянием. Для дополнительной информации или волонтерства, пожалуйста, посетите LibriVax.org. Записано Ириной Гринберг. Иринагринберг.com Явление пятое. Чацкий Фамсов-Скалозуб. Фамсов. Сергей Сергеевич, к нам сюда-с. Прошу покорно, здесь теплее. Позябливы, согреем вас. А душничек отвернем поскорее. Скалозуб. Густым басом. Зачем же лазить, например, самим? Мне совестно, как честный офицер. Фамсов. Неужто для друзей не делать мне ни шагу? Сергей Сергеевич, дорогой, кладите шляпу, сденьте шпагу. Вот вам софа. Раскиньтесь на покой. Скалозуб. Куда прикажете? Ишь только бы усесться. Садятся все трое. Чацкий Пауды. Фамсов. А, батюшка, сказать, чтоб не забыть. Позвольте нам своими счесться. Хоть дальними наследство не делить. Не знали вы, а я подавно. Спасибо научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится, Настасья Николаевна? Скалозуб. Не знаю-с, виноват. Мы с нею вместе не служили. Фамсов. Сергей Сергеевич, это вы или? Нет, я перед роднёй, Где встретиться ползком. Сыщу её на дне морском. При мне служащие чужие очень редкие, Всё больше сёстрыны, свояченицы детки. Один молчален мне не свой, И то за тем, что деловой. Как станешь представлять, Крестишку ли, К местечку? Ну как не породить родному человечку? Однако братец ваш, Мне друг и говорил, Что вами выгод Тьму по службе получил. Скалозуб. В тринадцатом году Мы отличались с братом, В тридцатом егерском, А после в сорок пятом. Фамсов. Да, счастье, у кого есть тетокий сынок, Имеет, кажется, в петличке орденок. Скалозуб. За третье августа Засели мы в траншею, Ему дан с бантом не на шею. Фамсов. Любезный человек, Ибо смотреть так хват, Прекрасный человек, Двоюродный ваш брат. Скалозуб. Но крепко набрался Каких-то новых правил. Чин следовал ему, Он службу вдруг оставил. В деревне книги стал читать. Фамсов. Вот молодость читать, А после хвать, Вы повели себя исправно, Давно полковники, А служите недавно. Скалозуб. Довольно счастлив я В товарищах моих, Вакансии как раз открыты, То старших выключат иных, Другие, смотришь, перебиты. Фамсов. Да чем кого Господь поищет, Вознесет. Скалозуб. Бывает, моего Счастливее везет. У нас в пятнадцатой дивизии Не дали, Об нашим хоть сказать Бригадном генерале. Фамсов. Помилуйте, а вам чего не достает? Скалозуб. Не жалуюсь, не обходили, Однако за полком Два года поводили. Фамсов. В погоне ли за полком? Зато, конечно, в чем другом За вами далеко тянутся. Скалозуб. Нет, старее меня По корпусу найдутся. Я с восемьсот девятого служу. Да чтоб чины добыть, Есть многие каналы. Об них, как истинный философ, Я служу. Мне только бы досталось В генералы. Фамсов. И славно судите, Дай Бог здоровья вам, И генеральский чин. А там зачем откладывать бы дальше? Речь завести об генеральше? Скалозуб. Жениться я ничуть не прочь. Фамсов. Что ж, у кого сестра, Племянница есть дочь? В Москве ведь нет невестам перевода, Чего плодятся год от года, А батюшка, признайтесь, Что едва где сыщется столица, Как Москва. Скалозуб. Дистанции огромного размера. Фамсов. Вкус батюшка – отменная манера. На все свои законы есть. Вот, например, у нас уж истори ведется, Что по отцу и сыну честь. Будь плохенький, да если наберется, Да уж тысячки две родовых, Тот и жених. Другой хоть прыть, чебуть, Надутый всяким чванством. Пускай себе разумником слови, А все меня не включат. На, нас не подиви, Ведь только здесь еще и дорожат дворянством. Да это ли одно? Возьмите вы хлеб-соль, Кто хочет к нам пожаловать, Изволь. Дверь отперта для званых и незваных, Особенно из иностранных. Хоть честный человек, Хоть нет. Для нас равнехонько, Про всех готов обед. Возьмите вы от головы до пяток, На всех московских Есть особый отпечаток. Извольте посмотреть на нашу молодежь, На юношей, Сынков и внучек. Журим мы их, А если разберешь, Пятнадцать лет учителей научат. А наши старички, Как их возьмет задор, Засудят об делах, Что слово приговор. Ведь столбовые все В уст никого не дуют, И о правительстве иной раз Так толкуют, Что если б кто подслушал их, Беда. Не то, чтоб новизны вводили, Никогда, спаси нас Боже, Нет. А придерутся к тому, к сему, А чаще ни к чему. Поспорят, пошумят И разойдутся. Прямые канцлеры В отставке по уму. Я вам скажу, Знать времени приспело, Но что без них Не обойдется дело. А дамы, Сунься кто, Попробуй овладей. Судьи всему, Везде, Над ними нет судей. За картами, Когда восстанут Общим бунтом, Дай бог терпения, Ведь сам я был женат. Скомандовать велите Перед фрунтом, Присутствовать пошлите Их сенат. Ирина Власевна, Лукерия Алексеевна, Татьяна Юрьевна, Пульхерия Андреевна. А доча, Кто видал, Всяк голову повесь. Его величество, Король был прусский здесь. Дивился не путем, Московским он девицам, Их благонравью, А не лицам. И точно, Можно ли воспитаннее быть? Умеет же себя Принарядить Товтицей, Бархатцем И дымкой. Словечко в простоте Не скажут, Все с ужимкой. Французские романсы Вам поют, И верхние Выводят нотки. К военным людям Так льнут, А потому что Патриотки, Решительно скажу едва, Другая сыщица столица, Как Москва. Сказу. По моему суждению Пожар способствовал Ей много К украшению. Фамусов. Не поминайте нам, Уж мало ли кряхтят С тех пор дороги, Тротуары, Дома и все На новый лад. Чацкий. Дома на вы, Но предрассудки стары. Порадуйтесь, Не истребят Ни годы их, Ни моды, Ни пожары. Фамусов. Чацкому. Эй, Завяжи на память узелок. Просил я помолчать, Невелика услуга. Сказу. Позвольте, батюшка, Вот с Чацкого Мне друга Андрея Ильича Покойного сынок. Не служит, То есть в том Он пользы не находит. Но захоти, Так был бы деловой. Жаль, Очень жаль, Он малый с головой. И славно пишет, Переводит. Нельзя не пожалеть, Что с эдаким умом. Чацкий. Нельзя ли пожалеть Об ком-нибудь другом? И похвалы мне ваши Досаждают. Фамусов. Не я один, Все так же осуждают. Чацкий. А судьи кто? За древностью и лет, В свободной жизни Их вражда непримирима. Суждения черпают Из забытых газет, Времен очаковских И покорения Крыма. Всегда готовы Их жюльбе, Поют все песни Одно и ту же, Не замечая в себе, Что старее, То хуже. Где укажите нам Отечество отцы, Которых мы должны Принять за образцы? Не эти ли Грабительством богатые Защиту от суда В друзьях нашли, В родстве, Великолепные Сорудя палаты, Где разливаются В пирах И мотовстве, И где не воскресят Клиенты-иностранцы, Прошедшего житья Подлейшие черты? Ты кому в Москве Не зажимали рты, Обеды, Ужины и танцы? Не тот ли Вы к кому Меня еще спелен? Для замыслов Каких-то непонятных Детей возили на поклон. Тот, Нестор негодяев знатных, Толпою окруженный слух. Усердствуя, Они в часы вина И драки И честь и жизнь Его не раз спасали. Вдруг На них он выменял Борзые три собаки. Или вон тот еще, Который для затей На крепостной балет Согнал на многих фурах От матерей, Отцов, Отторженных детей. Сам погружен умом В зефирах И в амурах Заставил всю Москву Удивиться их красе. Но должников Не согласил К отсрочке. Амуры И зефиры все Распроданы поодиночке. Вот те, Которые дожили до седин, Вот уважать, Кого должны мы На безлюди. Вот наши Строгие ценители И судьи. Теперь, Пускай из нас один, Из молодых людей Найдется Враг исканий, Не требуя ни мест, Ни повышения в чин. В науке он в перитум, Алчащий познаний, Или в душе его Сам Бог возбудит жар К искусствам творческим, Высоким и прекрасным, А не тот час. Разбой, Пожар. И прослывет у них Мечтателем, Опасным, Мундир, Один мундир, Он в прежнем их быту Когда-то укрывал Расшитый и красивый Их слободушие, Рассудка нищету. И нам за ними В путь счастливый, И в женах, Дочерях К мундиру Та же страсть. Я сам к нему Давно ли от нежности Отрекся, Теперь уж в этом Неребячество Не впасть. Но кто б тогда За всеми не повлекся, Когда из гвардии, Иные от двора Сюда на время Приезжали, Кричали женщины Ура И в воздух чепчики Бросали Памусов Про себя Уж тянет он Меня в беду Громко Сергей Сергеевич Я пойду И буду ждать вас В кабинете Уходит Конец Пятого явления Горе от ума Эта запись Принадлежит LibriVax Все записи LibriVax Являются народным Достоянием Для дополнительной Информации Или волонтерства Пожалуйста Посетите LibriVax.org Записано Ириной Гринберг IrinaGrinberg.com Явление шестое Скалозуб Чацкий Скалозуб Мне нравится При этой смете Искусно Как коснулись Вы Предубеждения Москвы К любимцам Гвардии Гвардейским Гвардионцам И к золоту Шитью Девяться Будто Солнцем А в первой армии Когда отстали В чем Все так Прилажено И талии Все так Узкие И офицеров Вам начнем Что даже Говорят Иные По-французски Конец Шестого Явления Явление Седьмое Скалозуб Чацкий София Лиза София Бежит К окну Ах Боже мой Упал Убился Теряет чувства Чацкий Кто Кто это Скалозуб С кем Беда Чацкий Она Мертва Со страху Скалозуб Да Да кто Откуда Чацкий Чацкий Ушибся Как треснулся Он Грудью Или Вбок Уходит Конец Седьмого Явления Явление Восьмое Те же Без Скалозуб Чацкий Помочь Чим Скажи Скорее Лиза Там В комнате Вода Стоит Чацкий Бежит И Приносит Все Следующее В полголоса До того Как София Очнется Стакан Налейте Чацкий Уж налит Шнуровку Отпусти Вольнее Виски Уксусом Потри Опрыскивай Водой Смотри Свободнее Дыхание Стало Поверь Чем Лиза Вот и Пахала Чацкий Гляди В окно Молчали На ногах Давно Безделица Ее Тревожит Лиза Даст Барышни Несчастный Нрав Со стороны Смотреть Не может Как люди Падают Стремглав Чацкий Опрыскивай Еще Водой Вот так Еще Еще София С глубоким Вздохом Кто Здесь Со мной Я Точно Как Во сне Торопко И громко Где Он Что С ним Скажите Мне Чацкий Пускай Себе Сломил бы Шею Вас Чуть Было Не Уморил София Убийственной Холодностью Своею Смотреть На вас Послушать Нету Сил Чацкий Прикажете Мне за него Терзаться София Туда Бежать Там Быть Помочь Ему Стараться Чацкий Что Поставались Вы Без Помощи Одна София На Что Вы Мне Да Правда Не Свои Беды Для Вас Забава Отец Родной Убейся Все Равно Лиза Пойдем Туда Бежим Лиза Отводит Ее В сторону Опомнитесь Куда Вы Он Жив Здоров Смотрите Здесь В окно София В окошко Высовывается Чацкий Сметение Обморок Поспешность Гнев Испуга Так Можно Только Ощущать Когда Лишаешься Единственного Друга София Сюда Идут Руки Не может Он Поднять Чацкий Желал бы С ним Убиться Лиза Для Компании София Нет Оставайтесь При Желании Конец Восьмого Явления Явление Девятое София Лиза Чацкий Скалозуб Молчалин С подвязанной Рукой Скалозуб Воскрес И Невредим Рука Ушиблена Слегка И Впрочем Все Дрожу Чацкий Про себя Смолчали На мне Слово София Однако О себе Скажу Что Нетрусливо Так Бывает Карета Свалится Подымут Я опять Готова Сызно Воскакать Чтоб Чтоб Дас Дас Это я Сейчас Явил Моим Усерднейшим Старанием И Прысканием И Оттиранием Не знаю Для кого Но Вас Я воскресел Берет Шляпу И Уходит Конец Девятого Явления Явление Десятое Те же Кроме Чацкого София Вы Вечером К нам Будете Скалозуб Как рано София Пораньше Съедутся Домашние Друзья Потанцевать Под фортепиано Мы в трауре Так балу дать Нельзя Скалозуб Явлюсь Но к батюшке Зайти я Обещался Откланяюсь София Прощайте Скалозуб Жмет Руку Молчалину Ваш Слуга Уходит Конец Десятого Явления Явления Одиннадцатое София Лиза Молчалин София Молчалин Как во мне Рассудок Цел остался Ведь знаете Как жизнь Мне ваша Дорога Зачем же И играть И так Неосторожно Скажите Что у вас С рукой Не дать ли Капель вам Не нужен ли Покой Пошлемте К доктору Пренебрегать Не должно Молчалин Плотком Перевязал Не больно Мне с тех пор Лиза Ударишься в заклад Что вздор И если б не к лицу Не нужно перевязки А то не вздор Что вам не избежать огласки На смех того гляди Подымет чатский вас И Скалозуб Как свой хохол Закрутит Расскажет Обморок Прибавит Что прекрас Шутить и он Гораз Ведь нынче Кто не шутит София А кем из них Я дорожу Хочу Люблю Хочу Скажу Молчалин Будто я себя Не принуждала Вошли вы Слово не сказала При них Не смела я Дохнуть У вас Спросить На вас Глянуть Молчалин Нет София Павловна Вы слишком Откровенный София Откуда скрытность Почерпнуть Готова я была В окошко К вам прыгнуть Да что мне До кого До них До всей вселенной Смешно Пусть шутят их Досадно Пусть бронят Молчалин Не повредила бы нам Откровенность Это София Неужто на дуэль Вас вызвать захотят Молчалин Ах Злые языки Страшнее пистолета Лиза Сидят они у батюшки Теперь Вот как бы вы Порхнули в дверь С лицом веселым Беззаботно Когда нам скажет Что хотим Куда как верится Охотно И Александр Андреевич С ним О прежних днях О тех проказах Поразвернитесь-ка В рассказах Улыбочка И пара слов И кто влюблен На все готов Молчалин Я вам советовать Не смею Целует ей руку София Хотите вы Пойду любезничать Сквозь слезы Боюсь Что выдержать Притворство Не сумею Зачем сюда Бог Чацкого Принес Уходит Конец Одиннадцатого явления Явление двенадцатого Молчалин Лиза Молчалин Веселое создание Ты Живое Лиза Прошу пустить И без меня У меня вас двое Молчалин Какое личико Твое Как я тебя люблю Лиза А барышню Молчалин Ее по должности Тебя Хочет ее обнять Лиза От скуки Прошу подальше руки Молчалин Есть у меня вещицы три Есть туалет Прихитрая работа Снаружи зеркальце И зеркальце внутри Кругом все прорезь Позолота Подушечка Из бисера узор И перламутровый прибор Игольничек И ноженки Как милы Жемчужинки Растертые в белилы Помада есть для губ И для других причин С духами скляночка Резеда И жасмин Лиза Вы знаете Что я не учусь на интересы Скажите лучше Почему вы с барышней скромны А с горничной повесы Молчалин Сегодня болен я Обвязки не сниму Приди в обед Побудь со мною Я правда всю тебя открою Уходит боковая дверь Конец двенадцатого явления Явление тринадцатое София, Лиза София Была у батюшки Там нету никого Сегодня я больна И не пойду обедать Скажи молчалину И позови его Чтоб он пришел Меня проведать Уходит к себе Конец тринадцатого явления Явление четырнадцатое Лиза Ну, люди в здешней стороне Она к нему А он ко мне А я Одна лишь я Любви до смерти А как не полюбить Буфетчика Петрушу Конец четырнадцатого явления Конец второго действия Записано Ириной Гринберг Иринагринберг.ком Горе от ума Эта запись принадлежит LibriVax Все записи LibriVax Являются народным достоянием Для дополнительной информации Или волонтерства Пожалуйста, посетите LibriVax.org Записано Ириной Гринберг Иринагринберг.ком Действие третье Явление первое Чацкий, потом София Чацкий Дождут ее И вынужу признание Кто, наконец, ей мил Молчалин, скалозуб Молчалин прежде был так глуп Желчайшее создание Уж разве поумнел А тот хрипун Удавленник, фагот Созвездия маневров и мазурки Судьба любви Играть ей в жмурки А мне Входит София Вы здесь? Я очень рад Я этого желал София Про себя И очень не в попад Чацкий Конечно, не меня искали София Я не искала вас Чацкий Да сдаться мне нельзя ли? Хоть и не кстати Нужно нет Кого вы любите? София Ах, боже мой Весь свет Чацкий Кто более вам мил? София Есть многие Родные Чацкий Все более меня? София Иные Чацкий И я чего хочу Когда все решено Мне в петлю лезть А ей смешно София Хотите ли знать Истинные два слова? Малейшая В ком странность Чуть видна Веселость ваша Не скромна У вас тот час Уже страта готова А сами вы Чацкий Я сам? Не правда ли смешон? София Да Грозный взгляд И резкий тон И этих вас Особенностей Бездна А над собой Гроза Куда не бесполезна Чацкий Я странен А не странен Кто ж? Тот, кто на всех Глупцов похож Молчален, например София Примеры мне не новые Заметно Что вы желчь На всех излить готовы А я Чтоб не мешать Отсюда уклонюсь Чацкий Держит ее Постойте же В сторону Раз жизни притворюсь Громко Оставимте мы Эти премии Перед молчаленом Неправе Виноват Быть может Он не то Что три года назад Есть на земле Такие превращения Правлений Климатов И нравов И умов Есть люди важные Слыли за дураков Иной по армии Иной плохим поэтам Иной Боюсь назвать Но признана Всем светом Особенно в последние Года Что стали умны Хоть куда Пускай молчали Не умбойки Гений смелый Но есть ли в нем Та страсть То чувство Пылкость та Чтоб кроме вас Ему мир целый Казался прах И суета Чтоб сердце Каждое виение Любовью ускорялось К вам Чтоб мыслям Были всем И всем его делам Душой вы Вам угождение Сам это чувствую Сказать я не могу Но что теперь во мне кипит Волнует Бесит Не пожелал бы я И личному врагу А он Смолчит И голову повесит Конечно смирен Все такие нерезвы Бог знает В нем какая тайна скрыта Бог знает За него Что вы думали вы Чем голова его В век не была набита Быть может Качеств ваших тьму Любуюсь им Вы предали ему Не грешен он ни в чем Вы Вас сто раз грешнее Нет Нет Пускай умен Час от часу умнее Но вас он стоит ли Вот вам один вопрос Чтоб равнодушнее Мне понести утрату Как человеку вы Который с вами взрос Как другу вашему Как брату Мне дайте убедиться в том Потом От сумасшествия Могу и остеречься Пущусь подалее Простыть Охолодеть Не думать о любви Но буду я уметь Теряться по цвету Забыться И развлечься София Про себя Вот нехотя С ума свела Вслух Что притворяться Молчален давеча Мог без руки Остаться Я же во днем Участие приняла А вы Случаясь на эту пору Не позаботились Расчесть Что можно добро быть Ко всем И без разбору Но может истина В догадках ваших есть И горячо его Беру я под защиту Зачем же быть Скажу вам напрямик Так невоздержно На язык В презрении к людям Так не скрыто Что и смирнейшему Пощады нет Чего Случись кому Назвать его Крад колкостей И шуток ваших Грянет Шутить И век шутить Как вас на это станет Чацкий Ах Боже мой Неужели я из тех Которым цель Всей жизни смех Мне весело Когда смешных встречаю А чаще С ними я скучаю София Напрасно Это все Относится к другим Молчалин вам Наскучил бы едва ли Когда б сошлись Короче с ним Чацкий С жаром Зачем же вы его Так коротко узнали София Я не старалась Бог нас свел Смотрите Дружбу всех Он в доме приобрел При батюшке Три года служит Тот часто Бестолку сердит А он безмолвием Его обезоружит От доброты души простит И между прочим Веселости искать бы мог Ничуть От старичков Не ступит за порог Мы резвимся Хохочем Он с ними Целый день Засядет Рад да рад Играет Чацкий Целый день играет Молчит Когда его бронят В сторону Она его не уважает София Конечно Нет в нем этого ума Что гений для иных А для иных чума Который скор Блестящ И скоро Противит Который свет Ругает На повал Чтоб свет В нем Хоть что-нибудь Сказал Да итак Елеум Семейство Счастливит Чацкий Сатира Докончить Я вам пособлю Молчали на изображение На скала Зуб Вот загляденье За армией стоит горой И примезной Стана Лицом И голосом Герой София Не моего романа Чацкий Не вашего Кто разгадает вас Конец Первого явления Явление второе Чацкий София Лиза Лиза Шепотом Сударыня За мной сейчас К вам Алексей Степанович Будет София Простите Надо бы найти Мне поскорей Чацкий Куда София К парикмахеру Чацкий Бог с ним София Щипцы Простудит Чацкий Пускай себе София Нельзя Ждем на вечер гостей Чацкий Бог с вами Остаюсь Опять с моей загадкой Однако дайте мне зайти Хотя украдкой К вам в комнату На несколько минут Там стены Воздух Все приятно Согреют Оживят Мне отдохнуть дадут Воспоминания о том Что невозвратно Не засижусь Войду Всего минуты две Потом подумайте Член ангельского клуба Я там дни целые Пожертвую молве Про умолчалина Про душеского зуба София Поджимает плечами Уходит к себе И запирается За нею Лиза Конец второго явления Явление третье Чацкий Потом молчален Чацкий Ах, София Неужели молчален Избран ей А чем не муж Ума нем только мало Но чтобы иметь детей Кому ума не доставала Услужлив Скромненький В лице румянец есть Ходит молчален Вот он на цыпочках И небогат словами Какой ворожь бой Умел к мне сердце влезть Обращается к нему Нам, Алексей Степанович С вами Не удалось сказать двух слов Ну, образ жизни ваш Каков Без горя нынче Без печали Молчален По-прежнему Чацкий А прежде как живали Молчален День за день Нынче, как вчера Чацкий К перу от карт И картам от пера И положенный чат С приливом и отливом Молчален По мере я трудов и сил С тех пор, как числюсь по архивам Три награждения получил Чацкий Заманили почести и знатность Молчален Нет, свой талант у всех Чацкий У вас Молчален Два Умеренность и аккуратность Чацкий Чудеснейшие два И стоят наших всех Молчален Вам не дались чины По службе не успех Чацкий Чины людьми даются А люди могут обмануться Молчален Как удивлялись мы Чацкий Какой ж диво тут Молчален Жалели вас Чацкий Напрасный труд Молчален Татьяна Юрьевна Рассказывала что-то Из Петербурга Воротясь С министрами Про вашу связь Потом разрыв Чацкий Ей почему забота Молчален Татьяне Юрьевне Чацкий Я с ней не знаком Молчален С Татьяной Юрьевной Чацкий С ней век мы не встречались Слыхал что вздорная Молчален Да это полнаталис Татьяна Юрьевна Известная Притом Чиновные и должностные Все ей друзья И все родные К Татьяне Юрьевне Хоть раз бы съездить вам Чацкий Ну что ж Молчален Так Частенько там Мы покровительство находим Где не метим Чацкий Я езжу к женщинам Только не за этим Молчален Как обходительно Добра Мила Проста Балы дает Нельзя богаче От Рождества И до поста И летом Праздники на даче Ну право Чтобы вам в Москве У нас служить И награждения брать И весело пожить Чацкий Когда в делах Я от веселья прячусь Когда дурачиться Дурачусь А смешивать Два эти ремесла Есть мои Скусников Я и не из их числа Молчален Простите Впрочем Тут не вижу Преступления Вот сам Фома Фомич Знаком он вам Чацкий Ну что ж Молчален При трех министрах Был начальник отделения Переведен сюда Чацкий Хорош Пустейший человек Из самых бестолковых Молчален Как можно Слог его Здесь ставят в образец Читали вы? Чацкий Я глупости нечтец А пуще образцовых Молчален Нет Мне так довелось С приятностью прочесть Не сочинитель я Чацкий И по всему заметно Молчален Не смеем мы его суждения Произнесть Чацкий Зачем же так секретно? Молчален Мои ли та Не должно сметь Своё суждение иметь Чацкий Помилуйте Мы с вами не ребята Зачем же мнения чужие Только святые? Молчален Ведь надо б нас Зависеть от других Чацкий Зачем же надобно? Молчален В чинах Мы небольших Чацкий Почти громко С такими чувствами С такой душою Любим Обманщица Смеялась надо мной Конец Третьего явления Явление четвёртое Вечер Все двери настиж Кроме спальню к Софии В перспективе Раскрывается ряд Освещенных комнат Слуги суетятся Один из них главный Говорит Эй, Филька, Фомка, ну ловчей Столы для карт Мел, щёток и свечей Стучится к Софии в дверь Скажите, барышни, скорее, Лизавета Наталья Дмитриевна И с мужем, и к крыльцу Ещё подъехала карета Расходится Остаётся один Чацкий Конец четвёртого явления Явление пятое Чацкий Наталья Дмитриевна Молодая дама Наталья Дмитриевна Не ошибаюсь ли? Он точно по лицу? Ах, Александр Андреевич Вы ли? Чацкий Сомнением смотрите От ног до головы Неужели так меня Три года изменили? Наталья Дмитриевна Я полагала вас далёко от Москвы Давно ли? Чацкий Нынче лишь Наталья Дмитриевна Надолго? Чацкий Как случится? Однако, кто смотря на вас не поделится Волнее прежнего Похорошели страх Моложе вы, свежее стали Огонь, румянец, смех Игра во всех чертах Наталья Дмитриевна Я сам уже Чацкий Давно бы вы сказали Наталья Дмитриевна Мой муж Прелестный муж Вот он сейчас войдёт Я познакомлю вас Хотите? Чацкий Прошу Наталья Дмитриевна И зная наперёд Что вам понравится Взгляните и судите Чацкий Я верю Он вам муж Наталья Дмитриевна О нет, не потому Сам по себе По нраву По уму Платон Михайлович Мой единственный Бесценный Теперь в отставке Был военный И утверждают все Кто только прежде знал Что с храбростью его С талантом Когда бы службу продолжал Конечно был бы он Московским комендантом Конец Пятого явления Записано Ириной Гринберг Иринагринберг.ком Горе от ума Эта запись Принадлежит Либривакс Все записи Либривакс Являются народным Достоянием Для дополнительной Информации Или волонтёрства Пожалуйста Посетите LibriVox.org Записано Ириной Гринберг Иринагринберг.ком Явление шестое Чацкий Наталья Дмитриевна Платон Михайлович Наталья Дмитриевна Вот мой Платон Михайлович Чацкий Ба Друг старый Мы давно знакомы Вот судьба Платон Михайлович Здорово, Чацкий брат Чацкий Платон, любезный, славно Похвальный лист тебе Ведёшь себя исправно Платон Михайлович Как видишь, брат Московский житель И женат Чацкий В забытшем лагерной Товарищи и братья Спокойно ленив Платон Михайлович Нет Есть такие занятия На флете я твержу дуэт Амольный Чацкий Что твердил назад Тому пять лет Ну, постоянный вкус В мужьях Всего дороже Платон Михайлович Брат Женишься Тогда меня вспомянь Отскоки будешь ты Свистеть Одно и то же Чацкий Отскоки Как Тюрематизм Ах, мой дружочек Не тот Наталья Дмитриевна Со вздохом Первая княжна С Кто это в углу Зашли мы поклонился Наталья Дмитриевна Приезжий Чацкий Княгиня Отставной Наталья Дмитриевна Да Путешествовал Недавно воротился Княгиня И холостой Наталья Дмитриевна Да Не женат Княгиня Князь Князь Сюда Живее Князь К ней оборачивает Слуховую трубку Ох М Княгиня К нам на вечер В четверг Проси скорей Наталья Дмитриевна Знакомого Вон он Князь И хм Отправляется Вьется у Калачацкого И покашливает Княгиня Вот то-то детки Им бал А батюшка Таскайся на поклон Танцовщики Ужасно стали редки Он камер-юнгер Наталья Дмитриевна Нет Княгиня Богат Наталья Дмитриевна О нет Княгиня Громко что есть в моче Князь Князь Назад Конец седьмого явления Явление восьмое Те же и графини Хрюмины Бабушка и внучка Графиня-внучка А, кран-мама Ну кто так рано приезжает Мы первые Пропадает в боковую комнату Княгиня Вот нас чистит Вот первая И нас за никого считает Зла в девках целый век Уж Бог ее простит Графиня-внучка Вернувшись Направляет на Чацкого Двойной лорнет Месье Чацкий Вы в Москве Как были все такие Чацкий На что меняться мне Графиня-внучка Вернулись холостые Чацкий На ком жениться мне Графиня-внучка В чужих краях На ком О, наших тьма Без дальних справок Там женятся И нас дарят родством С искусницами модных лавок Чацкий Несчастные Должны ли упреки Несть От подражателей Смодисткам За то, что смели Предпочесть Оригиналы списком Конец Восьмого явления Явление девятое Те же и множество Других гостей Между прочими Загорецкий Мужчины являются Шаркают Отходят в сторону Кончуют из комнаты В комнату И прочие София От себя выходят Все к ней на встречу Графиня-внучка Э, бонсуа Бу-вуаля Жемотху де ле-жонт Воно дуни Тужу Глатозик де ле-тон Загорецкий София На завтрашний спектакль Имеется билет? София Нет Загорецкий Позвольте вам вручить Напрасно бы кто взялся Другой вам услужить Зато Куда я не кидался В контору Все взято К директору Он мне приятель Зарей в шестом часу И кстати ли Уж с вечера Никто достать не мог К тому К сему Всех сбил я с ног И этот наконец Похитил уже силой У одного Старик он хилый Мне друг Известный домосед Пусть дома посидит в покое София Благодарю вас за билет А за старание Двое Являются еще кое-каким Тем временем Загорецкий отходит к мужчинам Загорецкий Платон Михайлович Платон Михайлович Прочь Прочь Пади ты к женщинам Лги им И их морочь Я правда об тебе Порасскажу такую Что хуже всякой лжи Вот брат Чацкому Рекомендую Как этаких людей Учтивее зовут Нежнее Человек он светский Повсюду принимает Загорецкий мешается в толпу Конец Девятого явления Явление десятое Те же и Христова Христова Легко ли в шестьдесят пять лет Тащиться мне к тебе Племянница Мучение Час сбитый Ехала с покровки Силы нет Ночь Светопреставление От скуки Я взяла с собой Арабку девку Да собачку Вели их накормить уже Дружочек мой От ужина Сошли подачку Княгиня Здравствуйте Села Ну Софьюшка Мой друг Какая у меня Арабка для услуг Курчавая Горбом лопатки Сердитая Все кошачьи Ухватки Да как черна Да как страшна Ведь создал же Господь Такое племя Черт сущий Девичья она Позвать ли София Нет Другое время Христова Представь Их как зверей Выводят на показ Я слышала Там Город есть Турецкий А знаешь ли Кто мне припас Антон Антонович Загорецкий Загорецкий Выставляется Вперед Лагунишка он Картерник Вор Загорецкий Чай в карте Сплутовал А мне Подарочек Дай бог ему здоровья Чацкий С хохотом Платону Михайловичу Не поздоровится От этаких похвал И Загорецкий Загорецкий Сам не выдержал Пропал Христова Кто этот весельчак И звание какого София Он этот Чацкий Христова Ну А что нашел Смешного Чему он рад Какой тот смех Над старостью Смеяться грех Я помню Это дитё И с ним Часто танцевала Я за уши Его дирала Только мало Конец Десятого Явления Явление Одиннадцатое Те же И Фамусов Фамусов Громогласно Ждём Князя Пётра Ильича Князь уж здесь А я забился Там В портретной Где Скалозуб Сергей Сергеевич А? Нет Кажется что нет Он человек заметный Сергей Сергеевич Скалозуб Христова Творец мой Оглушил Звончей Всяких Труп Конец Одиннадцатого Явления Явление Двенадцатое Те же И Скалозуб Потом Молчалин Фамусов Сергей Сергеевич Запоздали А мы вас ждали 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 Подводит Христовой Моя невестушка Которая уж давно Об вас говорена Христова Сидя Вы прежде Были здесь В полку В том Гренадёрском Скалозуб Басом Его высочество Хотите вы сказать Новоземлянском Мушкетёрском Мушкетёрском Христова Не мастериться я Полки-то различать Скалозуб Оформенные Есть отлички В мундирах Выпушки Погончики Петлички Фамусов Пойдёмте Батюшка Мушкетёрском Кок Фома Фома Фомич И я Христова Спасибо Мой дружок Встаёт Молчалин Ваш шпиц Прелестный шпиц Не более напёрстка Я гладил всё его Как шёлковая шёрстка Христова Спасибо Мой родной Уходит За ней Молчалин И многие другие Конец Двенадцатого явления Явление тринадцатое Чацкий, София И несколько посторонних Которые в продолжении Расходятся Чацкий Ну Тучу разогнал София Нельзя ли не продолжать? Чацкий Чем вас я напугал? За то, что он смягчил Разгневанную гостью Хотел я похвалить София Окончили бы Злостью Чацкий Сказать вам, что Я думал Вот Старушки все Народ сердитый Не худо Чтоб при них Услужник знаменитый Тут был Как громовой отвод Молчали Кто другой Так мирно всё уладит Там оську Вовремя погладит Тут впору Карточку вотрёт В нём Загорецкий Не умрёт Выдавичи его Мне исчисляли Свойства Но многие забыли Да Уходит Конец Тринадцатого явления Явление Четырнадцатое София Потом ГН София Про себя Ах Этот человек Всегда Причиной Мне ужасного Расстройства Унизить ряд Кольнуть Зависли Корт и зол ГН Подходит В размышлении София Обчатском ГН Как его нашли По возвращении София Он не в своём уме ГН Уж ли с ума сошёл София Помолчавшая Не то чтобы совсем ГН Однако есть приметы София Смотрит на него пристально Мне кажется ГН Как можно в эти леты София Как быть В сторону Готов он верить Ачатский Любите вы всех В шуты рядить Угодно ли на себя Примерить Уходит Конец 14-го явления Записано Ириной Гринберг Иринагринберг.com Горе от ума Эта запись Принадлежит LibriVax Все записи LibriVax Являются Народным достоянием Для дополнительной Информации Или волонтёрства Пожалуйста Посетите LibriVax.org Записано Ириной Гринберг Иринагринберг.com Явление пятнадцатое ГН Потом ГД ГН С ума сошёл Ей кажется Вот на Недаром Стало быть С чего взяла она Ты слышал ГД Что ГН Обчатском ГД Что такое ГН С ума сошёл ГД Пустое ГН Не я сказал Другие говорят ГД А ты расслабить это рад ГН Пойду осведомлюсь Чай кто-нибудь дознает Уходит Конец пятнадцатого явления Явление шестнадцатое ГД Потом Загорецкий ГД Верь болтуну Услышит вздор И тотчас повторяет Ты знаешь ли обчатском Загорецкий Ну ГД С ума сошёл Загорецкий А знаю Помню Слышал Как мне не знать Примерный случай вышел Его в безумный Упрятал дядя плут Схватили В жёлтый дом И нацеп посадили ГД Помилуй Он сейчас здесь В комнате был Тут Загорецкий Так с цепи Стало быть спустили ГД Ну милый друг С тобой не надобно газет Пойду-ка я Расправлю крылья У всех повыспрошу Однако чур Секрет Конец шестнадцатого явления Явление семнадцатое Загорецкий Потом графиня-внучка Загорецкий Который Чацкий тут? Известная фамилия С каким-то Чацким Я когда-то был знаком Вы слышали об нём? Графиня-внучка Об ком? Загорецкий Об Чацком Он сейчас здесь в комнате был Графиня-внучка Знаю Я говорила с ним Загорецкий Так я вас поздравляю Он сумасшедший Графиня-внучка Что он? Загорецкий Да, он сошёл с ума Графиня-внучка Представьте Я заметила сама И хоть пори держать Со мной в одно вы слово Конец семнадцатого явления Явление восемнадцатое Те же и графиня-бабушка Графиня-внучка А, грома-ма Вот чудеса Вот нового Вы не слыхали Днешних бед? Послушайте Вот прелести Вот мило Графиня-бабушка Мой друг Мне уши заложила Скажи погромче Графиня-внучка Время нет Указывает на Загорецкого Или вы не слыхали Пойду спрошу Уходит Конец восемнадцатого явления Явление девятнадцатое Загорецкий Графиня-бабушка Графиня-бабушка Что? Что? Уж не отлетись по шарам Загорецкий Нет Чацкий произвёл Всё это кутюрьму Графиня-бабушка Как? Чацкого? Кто свёл тюрьму? Загорецкий В горах изранен в лоб Сошёл с ума от раны Графиня-бабушка Что? К фармазонам в клоп Пошёл он по сурманы? Загорецкий Её не вразумишь Уходит Графиня-бабушка Антон Антонович Ах! И он пишет Всё в страхе В опыхах Конец девятнадцатого явления Явление двадцатое Графиня-бабушка И князь Тугоуховский Графиня-бабушка Князь! Князь! Ох, этот князь! Попал он! Сам чуть тышит! Князь! Слышали? Князь Эх! Графиня-бабушка Он ничего не слышит Хоть может видели Здесь пылицмейстер пыл? Князь Эх! Хм-м-м! Графиня-бабушка В тюрьму-то, князь! Кто частково схватил? Князь! Их-м-м! Графиня-бабушка Тесак ему, таранец, Солдаты, Шутка ли, Переменил закон? Князь! У-х-м-м! Графиня-бабушка — Да, в усурманах он! Ах, окаянный волтерианец! Что, а? Глух мой отец! Достаньте свой рожок! Ох, глухота большой порог! Конец двадцатого явления Явление двадцать первое. Те же И. Хлестова, София, Молчалин, Платон Михайлович, Наталья Дмитриевна, графиня-внучка, княгиня с дочерями, Загорецкий, Скалозуб, потом Фамусов и многие другие. Хлестова. С ума сошел? Прошу покорно, да не взначай, да как проворно. Ты, София, слышала? Платон Михайлович. Кто первый разгласил? Наталья Дмитриевна. Ах, друг мой, все! Платон Михайлович. Ну, все так верят по неволе. А мне сомнительно. Фамусов, ходя. О чем? О частком, что ли? Чего сомнительно? Я первый, я открыл. Давно дивлюсь я, как никто его не свяжет. Попробуй о властях, и не весь что она скажет. Чуть низко поклонись, согнись-ка кто кольцом, Хоть предмонаршием лицом, так назовет он подлицо. Хлестова. Туда же, из смешливых, сказала что-то я. Он начал хохотать. Молчалин. Мне отцоветовал в Москве служить в архивах. Графиня внучка. Меня, Мадийскую, изволил величать. Наталья Дмитриевна. А мужа моему совет должить в деревне. Загорецкий. Безумный по всему. Графиня внучка. Я видела из глаз. Фамусов. По матери пошел. По Анне Алексеевне. Покойница с ума сходила восемь раз. Хлестова. На свете дивные бывают приключения. В его лета с ума спрыгнул. Чай пил не по летам. Княгиня. О, верно. Графиня внучка. Без сомнения. Хлестова. Шампанское стаканами тянул. Наталья Дмитриевна. Бутылками с и при большими. Загорецкий жаром. Нет с бочками сороковыми. Фамусов. Ну вот. Великая беда. Что выпьет лишний мужчина. Учение. Вот чума. Ученость. Вот причина. Что нынче пуще, чем когда. Безумных развелось людей. И дел, и мне, и ей. Хлестова. И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних. От пансионов, школ, лицеев, как бишь их. До от ланкарточных взаимных обучений. Княгиня. Нет. В Петербурге институт педагогический. Так, кажется, зовут. Там упражняются в расколах и в безверии. Профессоры. У них учился наш родня. И вышел, хоть сейчас, в аптеку, в подмастерье. От женщин бегает и даже от меня. Чинов не хочет знать. Он химик. Он ботаник. Князь Федор. Мой племянник. Скалозу. Я вас обрадую. Всеобщая молва, что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий. Там будут лишь учить по-нашему. Раз, два. А книги сохранят так для больших оказий. Памусов. Сергей Сергеевич, нет. Уш, коли зло пресечь, Забрать все книги бы, да сжечь. Загорецкий. С кротостью. Нет. Книги книгам рознь. А если б между нами Был цензором назначен я, На басни бы налег. Ох, басни смерть моя! На смешки вечные, Над львами, над орлами. Кто что не говори, Хотя животные, а все-таки цари. Клистова. Отцы мои, уж кто в уме расстроен, Так все равно, от книг ли, от питьяль, А частка вам не жаль. По-христиански так, он жалости достоин. Был острый человек, имел душ сотни три. Фамусов. Четыре. Клистова. Три, сударь. Фамусов. Четыреста. Клистова. Нет, триста. Фамусов. В моем календаре. Клистова. Все врут календари. Фамусов. Как раз четыреста. Ох, спорить голосиста. Клистова. Нет, триста. Уж чужих имений мне не знать. Фамусов. Четыреста. Прошу понять. Клистова. Нет, триста. 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 Конец. Двадцать первое явление. Явление двадцать второе. Те же все и Чацкий. Наталья Дмитриевна. Вот он. Графиня-внучка. Шш. Все. Шш. Пятится от него в противную сторону. Клистова. Но как с безумных глаз? Затей драться он потребует к разделке. Фамусов. О, Господи, помилуй грешных нас. Опасливо. Любезнейший. Ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон. Дай пульс. Ты не здоров. Чацкий. Да, мочи нет. Миллион терзаний. Груди от дружеских тисков. Ногам от шарканье. Ушам от восклицаний. Опуще голове от всяких пустяков. Отходит к Софье. Душа здесь у меня каким-то горем сжата. И в многолюдстве я потерян. Сам не свой. Нет, недоволен я Москвой. Клистова. Москва лишь виновата. Фамусов. Подальше от него. Делает знаки Софии. София не глядит. София Чацкому. Скажете, что вас так гневит? Чацкий. В той комнате незначащая встреча. Французик из Бордо. Насаживая грудь, собрал вокруг себя рот вече. И сказывал, как снаряжался в путь. В Россию. К варварам. Со страхом и слезами. Приехал и нашел, что ласком нет конца. Ни звука русского, ни русского лица. Не встретил. Будто бы в отечестве. С друзьями. Своя провинция. Посмотришь вечерком. Он чувствует себя здесь маленьким царьком. Такой же толку дам. Такие же наряды. Он рад. Но мы не рады. Умолк. И тут со всех сторон. Тоска и оханье. И стон. Ах, Франция. Нет в мире лучше края. Решили две княжны. Сестрица повторяя. Урок. Который им из детства натвержен. Куда деваться от княжон. Я отдаль. Воссылал желания. Смиренные. Однако вслух. Чтоб истребил Господь нечистый этот дух. Пустого, рабского, слепого подражания. Чтоб искру зародил он в ком-нибудь с душой. Кто мог бы словом и примером нас удержать, как крепкой уважжой. От жалкой тошноты по стороне чужой. Пускай меня отъявят старовером. Но хуже для меня наш север во сто крат. С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад. И нравы, и язык, и старину святую, и величавая одежду на другую, по шитовскому образцу. Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем. Рассудку вопреки, наперекор стихиям. Движения связаны и не краса лицу. Смешные, бритые, седые подбородки. Как платья, волосы, так и умы короткие. Ах, если рождены мы все перенимать, Хоть и китайцев бы нам несколько занять. Премудрого у них незнания иноземцев. Воскреснем ли когда от чужой власти мод, Чтоб умный, бодрый наш народ, Хотя по языку нас не считал за немцев. Как европейское поставить в параллель с национальным? Странно что-то, но как перевести мадам и мадемуазель? Уж ли сударыня? Забормотал мне кто-то. Вообразите, тут у всех на мой же счет поднялся смех. Сударыня? Ха-ха, ха-ха, прекрасно. Сударыня? Ха-ха, ха-ха, ужасно. Я рассердять и жизнь кляня Готовил им ответ громовый. Но все оставили меня. Вот случай вам со мной, он не новый. Москва и Петербург, во всей России-то, Что человек из города Бордо, Лишь рот открыл, имеет счастье, Во всех книжнах вселять участие, И в Петербурге, и в Москве. Кто нет рук выписных лиц, Вычур, слов мудрящих, В чьей по несчастью голове Пять-шесть найдется мыслей здравых, И он осмелится их гласно объявить, Глядь, оглядывается. Все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разберелись с карточным столом. Конец 22-го явления. Конец 3-го действия. Записано Ириной Гринберг, Иринагринберг.ком Горе от ума. Эта запись принадлежит Либривакс. Все записи Либривакс являются народным достоянием. Для дополнительной информации или волонтерства, Пожалуйста, посетите LibriVox.org. Записано Ириной Гринберг. Иринагринберг.ком Действие 4-е. У Фамасова в доме парадные сени. Большая лестница из второго жилья, Которую примыкают многие побочные из антресолей. Внизу, справа, от действующих лиц, Выходное крыльцо и швейцарская ложа. Слева, на одном же плане, комната Молчалина. Ночь. Слабое освящение. Лакеи иные суетятся, Иные спят в ожидании господ своих. Явление первое. Графиня-бабушка, графиня-внучка, Впереди их лакей. Лакей. Графиня-хрюминой карета. Графиня-внучка, покуда ее укутывают. Ну, бал, ну, Фамусов, Умел гостей назвать, Какие-то уроды с того света, И не с кем говорить, И не с кем танцевать. Графиня-бабушка. Поедем, матушка, Неправо, неподсилу. Когда-нибудь я спала-то в могилу. Обе уезжают. Конец первого явления. Явление второе. Платон Михайлович и Наталья Дмитриевна. Один лакей около их хлопочет, Другой у подъезда кричит. Карета гореча. Наталья Дмитриевна. Мой ангел, жизнь моя, Бесценный, душечка, попозь, Что так уныло? Целует мужа в лоб. Признайте, весело у Фамусова было. Платон Михайлович. Наташа-матушка, Дремлю на балах я. До них смертельный неохотник. А не противлюсь, твой работник. Дежурю за полночь под час. Тебе в угодность. Как ни грустно, Пускаюсь по команде в пляс. Наталья Дмитриевна. Ты притворяешься, и очень неискусно. Охота смертная прослит за старика. Уходя с лакеем. Платон Михайлович. Хладнокровно. Бал вещь хорошая. Не волит огорька. И кто жениться, нас не волит. Ведь сказано, шиному на роду. Лакей с крыльца. В карете бары нес, и гневаться изволит. Платон Михайлович со вздохом. Иду, иду. Уезжает. Конец второго явления. Явление третье. Чацкий и лакей его впереди. Чацкий. Кричи, чтобы скорее подавали. Лакей уходит. Ну вот, и день прошел. И с ним все призраки. Бесчат и дым надежд, которые мне душу наполняли. Чего я ждал? Что думал здесь найти? Где прелесть эта встречь? Участие в ком живое. Крик, радость. Обнялись. Пустое. Повозки. Так-то на пути. Необозримую равниной сидя праздно. Все что-то видно впереди. Светло, синее, разнообразно. И едешь час, и два, день целый. Вот резво. Домчались к отдыху. Ночлег. Куда ни взглянешь, все та же гладь. И степь. И пусто, и мертво. Досадно, мочи нет. Чем больше думать станешь, лакей возвращается. Готово? Лакей. Кучерос нигде лишь не найдут. Чацкий. Пошел. Ищи. Не ночевать же тут. Лакей опять уходит. Конец третьего явления. Явление четвертое. Чацкий. Репетилов. Вбегает с крыльца. При самом входе падает со всех ног и поспешно оправляется. Репетилов. Тьфу. Аплошалу. Ах мой создатель. Дай протереть глаза. Откуда вы? Приятель. Сердечный друг. Любезный друг. Моша. Верного. Ей-ей. Пускай лишь у жены, детей. Оставлен буду целым светом. Пускай умру на месте этом. Да раздразит меня Господь. Чацкий. Да полно взор молоть. Репетилов. Не любишь ты меня? Естественное дело. С другими я и так, и сяк. С тобою говорю не смело. Я жалок, я смешон. Я неуч, я дурак. Чацкий. Вот странное уничижение. Репетилов. Ругай меня. Я сам кляну свое рождение. Когда подумаю, как время убивал. Скажи, который час? Чацкий. Час ехать спать ложиться. Кулиевился ты на бал, так можешь воротиться. Репетилов. Что бал, братец, где мы всю ночь до бела дня в приличиях скованы и вырвемся из ига? Читал ли ты? Есть книга. Чацкий. А ты читал? Задача для меня. Ты репетилов ли? Репетилов. Зови меня вандалом. Я это имя заслужил. Людьми пустыми дорожил. Сам бредил целый век обедом или балом. Об детях забывал. Обманывал жену. Играл, проигрывал. В опеку взят указом. Танцовщицу держал. И не одну, трех разом. Пил мертвую. Не спал ночей по девяти. Все отвергал. Законы, совесть, веру. Чацкий. Послушай, ври, да знай же меру. Есть отчего в отчаянии прийти. Репетилов. Поздравь меня. Теперь с людьми я знаюсь, с умнейшими. Всю ночь не рыщу напролет. Чацкий. Вот нынче, например. Репетилов. Что ночь одна. Не в счет. Зато спроси, где был. Чацкий. И сам я догадаюсь. Чай в клубе. Репетилов. В английском. Чтоб исповедь начать. И шумного я заседания. Пожалуйста, молчи. Я слово дал молчать. У нас есть общество и тайные собрания. По четвергам. Секретнейший союз. Чацкий. Ах, я, братец, боюсь. Как, в клубе? Репетилов. Именно. Чацкий. Вот меры чрезвычайные, Чтобы в зашей прогнать и вас, и ваши тайны. Репетилов. Напрасно страх тебя берет. Слух громко говорим, никто не разберет. Я сам, как схватится, о камерах присяжных, Об айроне, но о материях важных. Частенько слушаю, не разжимая губ. Мне не под силу, брат. И чувствую, что глуп. Ах, Александре, у нас тебя не доставало. Послушай, миленький, потешь меня, хоть мало. Поедем-ка сейчас, мы, благо, на ходу, С какими я тебе сведу людьми. Уж на меня нисколько не похожи. Что за люди? Моше, сок умной молодежи. Чацкий. Бог с ними и с тобой. Куда я поскочу? Зачем? Клухую ночь. Домой. Я спать хочу. Репетилов. Э, брось, кто нынче спит. Ну, полный, без прелюдий. Решись, а мы у нас решительные люди. Горячих дюжина голов. Кричим, подумай, что сотни голосов. Чацкий. Да из чего объяснуетесь вы столько? Репетилов. Шумим, братец, шумим. Чацкий. Шумите вы и только. Репетилов. Не место объяснять теперь и не досуг, Но государственное дело. Оно, вот видишь, не созрело. Нельзя же вдруг. Что за люди? Моше, без дальних ей историй скажу тебе. Во-первых, князь Григорий, чудак единственный, Насос мех уморит, век с англичанами, Все английская складка. И так же он сквозь зубы говорит, И так же коротко обстрижен для порядка. Ты не знаком? О, познакомься с ним. Другой Варкулов, Евдоким. Ты не слыхал, как он поет? О, диво! Послушай, милый, особливый, Есть у него любимое одно. А, нон, лошьяр, ми, но, но, но. Еще у нас два брата, Ливон и Боринга, чудесные ребята. Об них не знаешь, что сказать. Но если гения прикажете назвать, Удушьев, Ипполит Маркелыч, Ты сочинение его читал ли что-нибудь? Хоть мелочь. Прочти, братец, да он не пишет ничего. Вот этаких людей бы сечь-то И приговаривать, писать, писать, писать. В журналах можешь ты, однако, Отыскать его отрывок, взгляд и нечто. А в чем бишь нечто? Обо всем. Все знает, мы его на черный день пасем. Но голова у нас, какой в России, нету. Не надо называть, узнаешь по портрету. Ночной разбойник, дуэлист, В Камчатку сослан был, Вернулся алиутом, И крепко на руку нечист. Да, умный человек не может быть неплутым, Когда ж об честности высокой говорит. Каким-то демоном внушаем, Глаза в крови, лицо горит, Сам плачет, и мы все рыдаем. Вот люди, есть ли им подобные? Навряд. Но между ими я, конечно, зауряд. Немножко пас стал, ленив, Подумать ужас. Однако ж я, когда умнишком понатужусь, Засяду, часу не сижу, И как-то невзначай вдруг каламбур рожу. Другие у меня мысли эту же подцепят, И в шестером, глядь, водовильчик слепят. Другие шестера на музыку кладут, Другие хлопают, когда его дают. Брат, смейся, а что Люба, Люба, Способностями Бог меня не наградил, Дал сердце доброе. Вот чем я людям мил, Совру, простят. Лакей у подъезда. Карета скалозуба. Репетилов. Чья? Конец четвертого явления. Явление пятое. Те же и скалозуб спускаются с лестницы. Репетилов к нему навстречу. Ах, скалозуб, душа моя! Постой, куда же? Сделай дружбу! Душит его в объятиях. Чацкий. Куда деваться мне от вас? Входит в швейцарскую. Репетилов скалозубу. Слух об тебе, давно затих. Сказали, что ты в полк отправился на службу. Знакомы вы? Ищет Чацкого глазами. Упрямец. Ускакал. Нет нужды. Я тебя нечаянно сыскал. И просим-ка со мной. Сейчас без отговорок. У князь Григория теперь народу тьма. Увидишь, человек на сорок. Фу! Сколько братья с там ума. Всю ночь толкуют, не наскучат. Во-первых, напоят шампанским на убой. А во-вторых, таким вещам научат. Каких, конечно, нам не выдумать с тобой. Скалозуб. Избать. Ученостью меня не обморочишь. Скликай других. А если хочешь, я князь Григорию и вам фельдфебеля волтеры дам. Он в три шеренги вас построит. Опитните. Так мигом успокоит. Ребятилов. Я возле дом построил. Конец. Явление шестое. Ребятилов. Ребятилов. Загорецкий. Загорецкий. Извольте продолжать. Вам искренне признаюсь. Такой же я, как вы. Ужасный либерал. И от того, что прям и смело объясняюсь, куда как много потерял. Ребятилов с досадой. Все в рознь, не говоря ни слова. Чуть из виду один. Гляди, уж нет другого. Балчатский. Друг исчез. Потом искала зуб. Загорецкий. Как думаете вы об Чацком? Ребятилов. Он не глуп. Сейчас столкнулись мы. Тут всякие турусы. Идельный разговор. Зашел про Водовиль. Да, в Водовиле есть вещь. А прочее все гиль. Мы с ним. У нас одни и те же вкусы. Загорецкий. А вы заметили, что он в уме серьезно поврежден? Ребятилов. Какая чепуха. Загорецкий. Обнем все этой веры. Ребятилов. Вранье. Загорецкий. Спросите всех. Ребятилов. Химеры. Загорецкий. А кстати, вот князь Петр Ильич, княгиня и с княжнами. Ребятилов. Дичь. Конец шестого явления. Записано Ириной Гринберг. Иринагринберг.com Горе от ума. Эта запись принадлежит LibriVax. Все записи LibriVax являются народным достоянием. Для дополнительной информации или волонтерства, пожалуйста, посетите LibriVax.org Записано Ириной Гринберг. Иринагринберг.com Явление седьмое. Ребятилов Загорецкий, князь и княгиня с шестью дочерями. Немного погодя, Клистово спускается с парадной лестницы. Молчалин ведет ее под руку. Лакеев в суетах. Загорецкий. Княжные, пожалуйте, скажите ваше мнение. Безумные частки или нет? Первая княжна. Какое ж в этом есть сомнение? Вторая княжна. Про это знает целый свет. Третья княжна. Дринские, хворовые, барлянские, скачковые. Четвертая княжна. Ах, вести старые, кому же они новые? Пятая княжна. Кто сомневается? Загорецкий. Да вот, не верит. Шестая княжна. Вы? Все вместе. Мсье Ребятилов, вы? Мсье Ребятилов, что вы? Да как вы? Можно ли против всех? Да почему вы? Стыд и смех. Ребятилов затыкает себе уши. Простите, я не знал, что это слишком гласно. Княгиня. Еще не гласно бы. С ним говорить опасно. Давно бы забереть пора. Послушать, таки бы мизинец умнее всех. И даже князь Петра. Я думаю, он просто якобинец, вашчацкий. Едемте. Князь, ты везти бы мог. Катиш или зизи. Мы сядем в шестиместный. Христова с лестницы. Княгиня, карточный должок. Княгиня. За мною, матушка. Все друг к другу. Прощайте. Княжеская фамилия уезжает. И Загорецкий тоже. Конец седьмого явления. Явление восьмое. Ребятилов, Христова, Молчалин. Ребятилов. Царь небесный. Амфиса Ниловна. Ах, Чацкий, бедный. Вот, что наш высокий ум и тысяча забот. Скажите, из чего на свете мы хлопочем? Христова. Так Бог ему судил. А, впрочем, полечит, вылечит авось. А ты, мой батюшка, неисцелим, хоть брось. Изволил вовремя явиться. Молчалин, вон челанчик твой. Не нужны проводы. Пойди, Господь с тобой. Молчалин уходит к себе в комнату. Прощайте, батюшка. Пора перебеситься. Уезжает. Конец восьмого явления. Явление девятое. Ребятилов со своим лакеем. Ребятилов. Куда теперь направить путь? А дело уж идет к рассвету. Пойди, сажай меня в карету. Вези куда-нибудь. Уезжает. Конец девятого явления. Явление десятое. Последняя лампа гаснет. Чацкий. Выходит из швейцарской. Что это? Слышал ли моими я ушами? Не смех, а явно злость. Какими чудесами? Через какое колдовство? Нелепость обо мне все в голос повторяют. И для иных, как словно торжество. Другие будто сострадают. О, если б кто в людей проник. Что хуже в них? Душа или язык? Чье это сочинение? Поверили глупцы. Другим передают. Старухи вмиг тревогу бьют. И вот общественное мнение. И вот та родина. Нет, в нынешний приезд. Я вижу, что она мне скоро надоест. А Софья знает ли? Конечно, рассказали. Она не то, чтобы мне именно во вред. Потешилась. И правда, или нет, ей все равно. Другой ли? Я ли? Никем по совести она не дорожит. Но этот обморок, беспамятство, откуда? Нерв избалованность, причуда. Возбудет малость их, и малость утешит. Я признаком почел живых страстей, не крошки. Она, конечно, бы лишилась так же сил, когда бы кто-нибудь ступил на хвост собачки или кошки. Софья. Над лестницей во втором этаже со свечкой. Молчалин, вы? Поспешно опять дверь припирает. Чацкий. Она, она сама. Ах, голова горит. Вся кровь мое в волнении. Явилась, нет ее. Неужели в видении? Не впрямь ли я сошел с ума? К необычайности я точно приготовлен. Но не в видении тут. Свидание час условлен. К чему обманывать себя мне самого? Звала Молчалина. Вот комната его. Лакей его с крыльца. Коре. Чацкий. Буду здесь. И не смыкаю глазу. Хоть до утра. Уж коли горе пить, так лучше сразу, чем медлить. А беды медленем не избыть. Дверь отворяется. Прячется за колонном. Конец десятого явления. Явление одиннадцатое. Чацкий спрятан. Лиза со свечкой. Лиза. Ах, в очи нет, робею. В пустоесенье, в ночь. Боишься и домовых. Боишься и людей живых. Мучительница барышня. Бог с нею. И Чацкий, как бельмо в глазу. Видишь, показался ей он где-то здесь внизу. Осматривается. Да, как же. По сеням бродить ему охота. Он чай давно уж за ворота. Любовь на завтра поберег. Домой и спать залег. Однако велено к сердечному толкнуться. Стучится к Молчалину. Послушайтесь. Извольте-ка проснуться. Воскречет барышня. Вас барышня зовет. Да бы скорее, чтоб не застали. Конец одиннадцатого явления. Явление двенадцатое. Чацкий за колонною. Лиза. Молчалин потягивается и зевает. София крадется сверху. Лиза. Вы сударь камень, сударь лед. Молчалин. Ах, Лизонька, ты от себя ли? Лиза. От барышниц. Молчалин. Кто б отгадал, что в этих щечках, в этих жилках любви еще румянец не играл. Охота быть тебе лишь только на посылках. Лиза. А вам, искателем невест, не нежиться и не зевать бы. Пригошь и мил, кто не доест, не доспит до свадьбы. Молчалин. Какая свадьба? С кем? Лиза. А с барышней? Молчалин. Пади. Надежды много впереди. Без свадьбы время проволочим. Лиза. Что вы, сударь? Да мы кого ж себе в мужья другого прочим? Молчалин. Не знаю. А меня так разбирает дрожь. И при одной я мысли трушу, что Павел Афанасьич раз когда-нибудь поймает нас. Разгонит, проклянет. Да что? Открыть ли душу? Я в Софье Паловне не вижу ничего завидного. Дай Бог ей век прожить богато. Любила Чацкого когда-то. Меня разлюбит, как его. Мой ангельчик. Желал бы в половину к ней тоже чувствовать, что чувствую к тебе. Да нет. Как не твержу тебе. Готовлюсь нежным быть. Освижусь и простыну. София в сторону. Какие низости. Чацкий за колоннами. Подлец. Лиза. И вам не совестно? Молчалин. Мне завещал отец. Во-первых, угождать всем людям без изъятия. Хозяину, где доведется жить. Начальнику, с кем буду я служить. Слуги его, которые чистят платья. Швейцару, дворнику, для избежания зла, собаки дворника, чтобы аскова была. Лиза. Лиза. Сказать, сударь, у вас огромная опека. Молчалин. И вот, любовника, я принимаю вид. В угодность дочери такого человека. Лиза. Лиза, который кормит и поит, а иногда и чином подарит. Пойдемте же. Довольно толковали. Молчалин. Пойдем, любовь делить, плачевные наши крали. Дай, обниму тебя от сердца полноты. Лиза не дается. Зачем она, не ты? Хочет идти, София не пускает. София. Почти шепотом. Вся сцена в полголоса. Не идите далее. Наслушалась я много. Ужасный человек. Тебя я стен стыжусь. Молчалин. Как? София Павловна. София. Ни слова. Ради Бога. Молчите. Я на все решусь. Молчалин. Бросается на колено. София отталкивает его. Ах, вспомните. Не гневайтесь, взгляните. София. Не помню ничего. Не докучайте мне. Воспоминания. Как острый нож они. Молчалин. Ползает у ног ее. Помилуйте. София. Не подлечите. Встаньте. Ответы не хочу. Я знаю ваш ответ. Солжете. Молчалин. Сделайте мне милость. София. Нет, нет, нет. Молчалин. Шутил. И не сказал я ничего о кроме. София. Отстаньте. Говорю сейчас. Я криком разбужу всех в доме. И погублю себя и вас. Молчалин встает. Я с этих пор вас будто не знавала. Упреков, жалоб, слез моих не смейте ожидать. Не стойте вы их. Но чтобы в доме здесь заря вас не застала. Чтоб никогда об вас я больше не слыхала. Молчалин. Как вы прикажете. София. Иначе расскажу всю правду батюшке с досадой. Вы знаете, что я собой не дорожу. Пойдите. Стойте. Будьте рады, что при свиданиях со мной в ночной тиши держались более выробости во нраве, чем даже днем. И при людях, и в яви. Вас меньше дерзости, чем кривизны души. Сама довольна тем, что ночью все узнала. Нет укоряющих свидетелей в глазах. Когда вечер? Когда я в обморок упала. Здесь Чацкий был. Чацкий. Бросается между ними. Он здесь притворщица. Лиза и София. Ах, ах. Лиза свечку роняется с пугу. Молчалин скрывается к себе в комнату. Конец двенадцатого явления. Явление тринадцатое. Те же, кроме Молчалина. Чацкий. Скорее в обморок. Теперь оно в порядке. Важнее давешнее причина есть тому. Вот, наконец, решение загадки. Вот я пожертвован кому. Не знаю, как себе и бешенство умерил. Глядел и видел, и не верил. А милый для кого забыт и прежний друг, И женский страх, и стыд. За дверью прячется. Боится быть в ответе. Ах, как игру судьбы постичь. Людей с душой и гонительница бич. Молчалин и блаженствуют на свете. София. Вся в слезах. Не продолжайте. Я виню себя кругом. Но кто бы думать мог, что был он так коварен. Лиза. Стук, шум. Ах, боже мой, сюда бежит весь дом. Ваше батюшка вот будет благодарен. Конец тринадцатого явления. Явление четырнадцатого. Чацкий. Сама его безумным называла. Нет, глупость на меня и слепота напала. Все это заговор. И в заговоре был он сам и гости все. За что я так наказан? Чацкий. Чацкий. Так этим вымыслом я вам еще обязан? Фамусов. Фамусов. Наряды и обновы. Там выучилась ты любовников сводить. Постой же, я тебя исправлю. Изволь-ка в избу. Марш. За птицами ходить. Да и тебя, мой друг, я дочка не оставлю. Еще не два терпения возьми. Не быть тебе в Москве. Не жить тебе с людьми. Подалее от этих хватов. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Там будешь горе горевать. За пяльцами сидеть, за святцами зевать. А вас, сударь, прошу я толком туда не жаловать. Ни прямо, ни проселком. И ваша такова последняя черта, Что чай ко всякому дверь будет заперта. Я постараюсь, я в набат, я приударю. По городу всему наделаю хлопот. И оглашу во весь народ. В Сенат подам, министрам, государю. Чацкий, после некоторого молчания. Не образумлюсь, виноват. И слушаю, не понимаю. Как будто все еще мне объяснить хотят. Растерян мыслями, чего-то ожидаю. С жаром. Слепец, я в ком искал награду всех трудов. Спешил, летел, дрожал. Вот счастье, думал, близко. Пред кем я давече, так страстно и так низко, Был расточитель нежных слов. А вы, о боже мой, кого себе избрали, Когда подумаю, кого вы предпочли, Зачем меня надеждой завлекали, Зачем мне прямо не сказали, Чтоб все прошедшее вы обратили в смех, Что память даже вам постыла, Тех чувств в обоих нас, Движений сердца тех, Которые во мне ни даль не охладило, Ни развлечения, ни перемена мест. Дышал и ими жил, Был занят беспрерывно. Сказали бы, что вам внезапный мой приезд, Мой вид, мои слова, поступки, Все противно. Я с вами тотчас бы сношение пресек, И перед тем, как навсегда расстаться, Не стал бы очень добираться, Кто этот вам любезный человек. Насмешливо Вы помиритесь с ним, По размышлению зрелым, Себя крушить и для чего, Подумайте, Всегда вы можете его беречь И пеленать, И спосылать за делом, Муж-мальчик, Муж-слуга Из Жениных пажей, Высокий идеал Московских всех мужей, Довольно, С вами я горжусь моим разрывом, А вы, сударь-отец, Вы страстные к чинам, Желаю вам дремать, Не ведем и счастливым, Я с ватынем моим, Не угрожаю вам. Другой найдется, Благонравный, Низкопоклонник и делец, Достоинствами, наконец, Он будущему тестью равный. Так, отрезвился я сполна, Мечтание с глаз долой, И спала пелена. Теперь не худо было сряду На дочи, на отца, И на любовника-глупца, И на весь мир Излить всю желчь И всю досаду. С кем был, Куда меня закинула судьба? Все гонят, все клянут, Мучителей толпа, В любви предателей, Враждей неутомимых, Рассказчиков неукротимых, Нескладных умников, Лукавых простаков, Старух зловещих, Стариков, Дряхлеющих над выдумками, Вздором. Безумцем вы меня Прославили всем хором. Вы правы. Из огня тот выйдет невредим, Кто с вами день пробыть успеет, Подышит воздухом одним, И в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы, Сюда я больше не издок, Бегу, не оглянусь, Пойду искать по свету, Где оскорбленному Есть чувство уголок, Карету мне, Карету. Уезжает. Конец 14-го явления. Конец 15-го явления. Конец «Горе от ума». Записано Ириной Гринберг. Иринагринберг.ком